добрый вечер вы на телеканале 360 с вами в студии аксиньи гурьянова и как всегда по будням наш вечерний стрим сегодня у меня будет пожалуй может быть даже самый душевный вечерний стрим и я хотела бы представить моего гостя сергея хорольского создателя компании бирюзовый чай здравствуйте сергей здрасте аксинь ну вы наверное наши телезрители увидели что у нас тут на столе стоит чай и мы сегодня будем затрагивать достаточно серьезные темы мы поговорим не только о чай и вообще о здоровом образе жизни мы поговорим о том как фарма мешает например здоровье свой восстанавливать в том числе и традиционными старыми методами давайте начнем со здорового образа жизни вот что для вас здоровый образ жизни во первых зош до знаменитый зоша про которого пел небезызвестный исполнитель даже есть такая песня исполнителей санкт-петербурга для меня зоша это в первую очередь комфортный образ жизни это в первую очередь умеренное употребление всего от еды напитков физических и эмоциональных нагрузок сдерживаться все-таки в чем-то надо опять же в разумных пределах надо учиться получать от всего удовольствия все делать не через силу понуждать себя но находить позитивные приятные моменты во всем чем ты занимаешься в том числе употребляешь ли ты какие-либо напитки в данном случае мы с вами будем говорить о горячих напитках да а чай и чайно-травяных так скажем купажах будь то какие-то напитки более крепкого так скажем градуса будь то еда будь то физические нагрузки ко всему нужно относиться с умом если ты эту точку зрения разделяешь что будешь жить долго и счастливо финал живота идет гонка мы об этом говорили даже у нас на программах гонка женщин будет стройный красивый идеально выглядящие мужчины полет себя гормоны для того чтобы у них были красивые мускулы но это же губит по сути организм это не в радость как вы говорите ну так это же делается все не вовнутрь это делается все на внешнюю картинку а мы все-таки опять же если мы будем рассматривать вот то самое тело о котором создание которого является темой вот этой самой гонки что такое наше тело тело это сосуд нашей души скафандр да а еще он состоит он состоит из того чем мы дышим что мы пьем и что мы едим вот как бы если мы поймем это если мы начнем как бы разумно относиться к мы же хотим дышать свежим воздухом они не все время преподать выхлопной трубе правильно мы когда заходим например в магазин мы все-таки есть у нас есть такая возможность ищем свежие фрукты свежее мясо птицу и так далее если мы пьем воду мы хотим чтобы вода была чистой прозрачная та же самая история и вот скажем с напитками настаивание такими как чай или как тизан или какие-либо купажи всегда нужно нужно думать о том из чего наша пища состоит если это качественный продукт то это будет идти нам только на пользу конечно и мы не будем с вами этим злоупотреблять не надо всего употреблять чрезмерно много намного вообще человеку по вашему нужны еды хотя же высчитывают калории до говорят вот тебе нужно на твой вес тысячу калорий а тебе 2000 калорий вот мне высчитывали калории не сказали такое количество еды я поняла что такое не съем никогда за весь день они тут твоему организму нужно столько как это вы знаете очень вот опять же я не буду отнимать хлеб у диетологов ну вот я скажу лично о своем то скажем отношении ко всему к этому употреблять так чтобы тебе было комфортно после того как ты все это употребишь чтобы у тебя не было тяжести не было дышки чтобы тебя не нигде ничего не болело и будет тебе счастье сразу вопрос извините сергей вас сегодня буду мучить может быть мы будем мы не в сухую мучиться давайте вы расскажите во первых что это у нас сегодня вы потрясающая есть возможность попробовать очень-очень зожный напиток я думаю что на таком большом экране вообще это люди увидят в первый раз это идеальный на мой взгляд напиток который подойдет нашей сегодняшней беседе на улице наконец наступило лето жарко на вот и нам очень хочется освежиться и вот тот напиток который мы сейчас с вами будем вкушать он как раз отвечает всем этим требованием плюс ко всему прочим обладает кучей полезных свойств это так называемая бакхаусия сатриадора не выговоришь первого раза ну чтобы не пугать нашим так скажем зрителей это лимонный мирт или сладкое вербеновое дерево или лимон либо железное лимонное дерево него много всяких названий но в быту его называют лимонным миртом растет он на восточном побережье австралии и является мировым чемпионом по содержанию такого вещества альдегида который называется цитраль а цитраль это то самое вещество которое всем цитрусовым дает обожаемый нами цитрусовый аромат нечет их содержание вот этого цитраль а в листе лимонного мирта в 10 раз выше нежели в цедре лимона но насколько насколько это приятное и вкусному мы наверное сейчас с вами увидим тщательно а то я все рассказываю а вы вы у меня такой эфир знаете вот по душам чайку попить приятного чай питья спасибо прозрачный такой прям даже не похож на чай как будто вода но это опять же это не чай потому что если мы будем говорить строго профессионально и поддержит меня мои коллеги по цеху чайники чаем можно называть тот напиток в котором содержится хотя бы один листочек растения под названием камелия синензис или камер камелия китайская собственно говоря из листьев этого растения делают тот самый напиток который мы называем чаем очень вкусно а все остальное очень рад а все остальное это можно называть тизанами настоями взварами условно говоря сейчас сильно рекламированный и популярный напиток под названием иван чай строго строго говоря как бы чаем не является он является настоем он является тизаном всем чем угодно пишут чай но потому что сам само название выдает его как суррогат то есть чай был дорог не всем был по карману а внешней чинке похоже по цвету настоя похоже ну поэтому это был вот чай для тех кто не может себе позволить чай китайский знаете я хочу сказать и это какой-то необыкновенно немыслимо фантастический аромат я просто не понимаю да то есть вот если сравнить допустим вот можно да аллегорию приведу вот если бы я выбирала духи и я выбрала бы духи для тела какие-то от которых мне бы просто вот тут блаженство под по-другому не скажешь и вот я сейчас понимаю что мой организм получает внутрь блаженства но давайте вернемся к больной теме вы сказали что если человеку комфортно он употребляет там что-то в пищу ему так сказать там комфортно от этого то все правильно то это можно принципе считать зожим я знаю людей которые сидят на сладком им комфортно у них все нормально с анализами но они едят сладкое в огромных количествах и мне хочется есть не мясо не это это какое-то отклонение организма как вы считаете или вот по вашей версии если ему хорошо то можно конечно но если человеку хорошо если его это не мучает есть люди которые как по слухам я их не видел до слышал которые питаются солнцем до который вообще ничего не едят ничего не пьет они питаются солнцем им от этого хорошо если им хорошо то хорошо ведь главное мы тут с вами поднимали тему врачей главная же принцип врача не навреди да да если все хорошо зачем вмешиваться но у нас то не так медицина работает мы сейчас с вами плавно перейдем она ковид и я знаю что вы переболели ковидом и у вас сложная ситуация вот теперь хожу с двумя парами очков да потому что выстрелы в глаза да расскажите как вы с этим справились что он помогло да кстати это вот что называется сон в руку тема тема совпадает с тем напитком который мы сейчас употребляем я достаточно сложно переболел к видом я не хочу сейчас подумать тему нужно было туда прививаться это как бы мы оставим за кадром но опять же если у тебя от действительно сильный иммунитет то надо ему довериться делал в том что два года я как бы прошагал совершенно спокойно находясь в очень небольшом пространстве с людьми которые находились в острой зародозной выключили и я не болел я меня не брало вот потом я прошел необходимую процедуру моя уважаемая супруга все-таки сказал надо я в кроме хорошо ладно всей семьей сын супруга я мы прошли эту процедуру и буквально через месяц срубила всех кроме сына вот и тяжелее всех было мне у меня был совершенно страшный цитокиновый шторм то есть мой иммунитет сказал ах так да вот я сейчас да покажу в общем я за одну неделю два раза сходил на собеседование в небесную канцелярию сначала был цитокиновый шторм потом был острый инфаркт со стентирования в красной зоне на вот но как видите слава богу улыбаюсь выгляжу на мой взгляд достаточная не будем говорить живенько да вот и во многом не помогло справиться вот и с самой болезнью и самое главное с ее последствиями потому что последствия были тяжелые у меня давление было 60 на 40 те кто понимает с таким практически не живут если у меня до этого было все абсолютно как у космонавта то 60 на 40 для меня было совершенно невозможно сразу говорю что в настоящий момент я вспоминаю о тех временах как о страшном сне люди которые меня осматривали врачи сказали если бы мы не видели твою диск твоей операции мы никогда в жизни не сказали что ты перенес инфаркт у тебя сердце работает на все сто процентов качает никакого некроза не видно и так далее здесь это вот как раз мы возвращаемся к теме зожа потому что ты употребляешь что тебе помогает и так далее для меня здоровый образ жизни это совокупность очень многих факторов нельзя сказать что только если мы будем правильно питаться и и и делать какие-то определенные пассы это упражнения достаточно все должно быть в комплексе нету универсальной таблетки которая вылечила бы тебя от всех болезней ты должен полюбить самое себя и сказать себе что да вот сосуд твоей души твое тело чем лучше она функционирует тем веселее и интереснее тебе жить и переносить все эти невзгоды которые увы у нас сегодня всячески со всех сторон атакует вот поэтому у меня обязательно правильное питье начинается это с правильной воды кстати вот на теме воды бы очень хотел до подозрительно вы знаете я вас прибыли простите в некоторых регионах ну дети например да даже не говоришь не пей воду из-под крана не пьет из-под крана бывает такое вода естественно не самое хорошее я сама родилась в якутии и мы отстаивали воду не было тогда таких фильтров я помню этот песок который там было и в общем-то это тяжелая такая песок это не самое худшее что что надо давать его тяжелый металл я тоже не буквально месяц назад вернулся и славные сахарики сахар якутия да произвело на меня конечно это сильнейшее впечатление непонятно как может какие могут быть проблемы с водой в регионе где протекает великая река лена вот но тем не менее охотно верю вам видимость связь связана не с качеством воды а с качеством труб труп по которым эта вода течет понимаете как да я вот уже несколько десятилетий пью только очень чистую фильтрованную воду вы дистиллированную покупайте воду и дистиллированную воду мы оставим для аккумуляторов а вот ой смысл но имеется ввиду воду фильтрован фильтрованную воду в бутылках обычную да совершенно совершенно верно либо воду пропущен из через какие-то хорошие по промышленные фильтры я слежу за за ph и за общей минерализации если нашим зрителям интересно как это сделать проверьте воду которую вы пьете на кипячение если ваш чайник вот вы же знаете я попросил чтобы нам сегодня дали чистый чайник без накипи до чтобы я мог гарантировать хорошее качество напитка если в вашем чайнике не на стенках него не появляется накипи то в принципе в принципе это вода подходящие да может быть она не идеальная для питья в сыром виде потому что может быть недостаточный уровень минерализации но и готовить пищу на ней готовить на ней всевозможные напитки чтобы не искажался вкус это вполне подойдет чтобы не сразу мои профессиональные мои коллеги не упрекнули в том что что ты говоришь для одного чая нужно определенный паши определенная минерализация я это все прекрасно знаю понимая 99 и 99 периоде наших зрителей об этом не слышали и вряд ли смогут следовать всем этим советом лично я не заморачиваюсь я уже вот по этому принципу я куда-то приезжаю смотрю так накипи есть нет нету накипи значит я буду пользоваться этой водой есть накипи я сильно подумаю вот люди некоторые берут замораживают воду потом мы убираем соль кроме того что там меняется кристаллическая решетка не появляются какие-то особые свойства в принципе размороженная вода она ближе к дистиллированной то есть в ней убирается максимальное количество так скажем импьюрити с вот с примеси и их видно и вот такая то они стекают его остается чистое так скажем ну то есть тоже можно проверить до воду заморозить ее посмотреть если там внизу что-то остается то это то что не нужно это то что не нужно да ну к сожалению разбавляет получается у нас воду везде как-то что-то добавляет чтобы но ее при не разбавляет наоборот в нее добавляют какие-то элементы и и сначала методом обратного осмоса очищают делать фактически дистиллированной а дистиллированной вода не не полезная для организма потому что она уже начинает вымывать соли из из организма туда добавляют те элементы которые нашему организму необходимы но и почему я говорю что на этой воде хорошо на такой слабо минерализованной воде хорошо заваривать например чай или чайно-травяные купажи то как только в эту воду попадает какой-то инородный предмет все она писать бы дистиллирован у нее экстрактивные функции многократно сильнее нежели у более минерализованы так скажем воды вам меньшим количеством скажем заварки вы сможете достичь более интересного результата давайте вернемся в ваш пустковидный период да как вы восстанавливались потому что мы знаем все прекрасно что после ковида фарма ну то есть производители фармы на у них есть протоколы они начинают горит тебе нужно пить это 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 и там большое количество препаратов по сути человек свою печень сажает почки ну и все остальное прочее и не все далеко восстанавливается как у вас получилось да вы совершенно право потому что его за период там трех недель который я провел в госпитале у меня было несколько десятков капельниц вот и это были такие лошадиные дозы и в том числе и антибиотики но самое удивительное что и благодаря вот так скажем тому подбору напитков которые я с собой взял у меня была такая ковидная чайная комната ко мне любили приходить эти космонавты врачи потому что они же все были там соответствующим то скажем обмундирование они как мы заходим в ваш бокс и даже сквозь сего чувствуете ароматы которые стоят в вашем помещении это сильно контрастировало со всеми остальными под помещениями госпиталя так вот я вывел такой момент что есть два напитка которые очень здорово помогает нам восстановиться первые так как у нас все таки семья тема чай и зож да это постферментированный чай что ну если уж так в условах что так уж попросту вкус вкус любого чая и цвет его и аромат зависит от процесса который называется ферментации вообще все продукты с которыми мы встречаемся будь то молоко мясо зелень все все связано с процессом ферментации это окислительный процесс связанные с действиями биологически активных веществ которые называются ферменты и вот в чае таким комплексом ферментов является полифенолоксидаза сейчас мои студенты из рэнхикса сдрогнули потому что это как бы паролька сказала что те люди которые без запинки не произнесут слово полифенолоксидаза никогда зачет у меня не получит полифенолоксидаза я получил вы уже получили зачет так вот действие вот этих самых ферментов перерабатывают те вещества которые изначально находятся в чайном листе а их там огромное количество более трехсот соединений делая их более удобоваримыми для нашего организм скажем чей бывает не ферментированные зеленые слабо ферментированные белый и желтый чей частично ферментированные улунские чей полностью ферментированные чей красные которые мы все европейцы и и русские все люди называли черными на самом деле китайцы называют красными чаями хун чая и черный по китайский чие или темный по по европейски постферментированный чей и чай которым я вам говорил puer этот чай как раз является постферментированным чаем чай у которого одна из разновидностей этого чая поэра она проходит ускоренную стадию ферментации она похожа на компостную кучу вот это делается для того чтобы сократить период созревания этого чая естественным путем чтобы достичь такого же уровня постферментации требуется многие годы так вот этот пост ферментированный чай является реально природным лекарем нашего желудочно-кишечного тракта а когда мы с вами встречаемся с огромными дозами лекарств в первую очередь гибнет наша микрофлора кишечник от витамин тоже от витамин тоже гибнет нет витамины выбрасываются извините золотую мочу как говорят врачи если у вас не работает желудочно-кишечный тракт 70 процентов вашего иммунитета это кишечник если кишечник не работает бессмысленно пить витамины ничего не усваивается все все уходят поэтому сначала надо строить фундамент фундамент это кишечник вот постферментированный чей в частности хорошо известные всем по непонятным причинам называют земляным чаем это тот чай пуэр хотя в земле он совершенно не хранится у него этот землистый аромат появляется именно за счет стадии влажного скирдования вот в водой называется и кроме вот это значит я пил этот чай пуэр он предотвратил какие-либо негативные последствия меня не мне все работало как часы несмотря на все это и я не посадил себе печень потому что я пил в большом количестве вот этот самый лимонный мир а он как выяснилось я кстати когда его начал искать и хотел начать употреблять в своих купажах меня интересовала его органолептика вы сами заметили дать я вам да да пожалуйста а то у меня остался один глоток нам его хватит и он в отличие от чая кстати не может перед перенастояться может стоять часами не теряя своих потребительских свойств так вот и этот лимонный мир меня интересовал в первую очередь по вкусу ароматики а когда он ко мне пришел я понял что надо как-то начинать знакомить с ним потребителя я залез в энциклопедию лекарственных растений и обнаружил что это является самым мощным в мире противовирусным и противомикробным препаратом и он борется как раз вирусами с микробами да и он борется как раз с тем комплексом последствий которые привносят нашу жизнь этот отвратительный к вид и и на самом деле это очень здорово помогло не не только мне это потом уже помогало и многим моим так скажем друзьям это не панацея но это мощнейшие общеукрепляющие средства то есть если говорить вот о напитках мне помог помог вот шу-пуэр мне помог австралийский то скажем лимонный мир он доступен в продаже но магазинах аптеках об этом не говорят потому что фарма рубит просто мы мы оказались первыми так скажем первопроходцами которые прорубили вот этот канал а вот нет ничего более неблагодарного как выводить неизвестный продукт даже если он обладает кучей полезных свойств пока раскачается пока тебе поверят это все пятое-десято пройдет достаточно большой промежуток время сейчас уже прошло больше двух лет достаточно много людей про него слышали и в общем интерес к нему очень-очень серьезный вот но нельзя зацикливаться только на напитках как мы с вами в начале нашей передачи говорили зож это комплекс если бы я только бы пил пуэр и пил бы этот лимонный мир то может быть еще какие-то чаи да еще я забыл совершенно очень важный элемент который спас мне так скажем печень это тоже производная чая это пудра свежемолотого чайного листа потому что да это многие зрители знают что японцы живут долго да очень многие говорят рыбу едят в рыбу и пьют зеленый чай да и почему они пьют не просто зеленый чай они пьют чай зеленый изготовленный японским методом все сейчас очень очень модные чай мать а моча по-разному называет это измельченный в порошок листья зеленого чая он бывает разных совершенно видов он бывает церемониальные супер качество он бывает просто питейный он бывает кондитерский его добавлять все всевозможные так скажем десерты так вот этот чай зеленый чай не ферментированный в нем сохраняется максимальное количество таких полифенолов а полифенол это самые активные части чайного листа полезные для человеческого иммунитета вот и группа полифенолов самая полезная это катехины среди катехинов есть и пигала катехины среди пигала катехинов самым полезным является метилированной и пигала катехин тригалат он у него сокращение и джи си джи если мы будем по-английски так скажем на просто языку можно то у нас зрители не пара вы просто с интервью на этом то сейчас многие знакомы просто наберите английский и джи си джи вот и по прочитаете про этот так скажем и пигала катехин очень много интересного ученые открыли в десятом или 2 на одиннадцатом году двухтысячном свойства этого катехина что он является мощнейшим противораковым он борется именно с группой опухолей молочной железы и пристательной железы то есть два самых распространенных видорак но при этом еще она является очень неплохим гиппопротектор и вообще как бы очень неплохо стимулирует иммунитет ну так как я провожу все как фильме тайны третьей планеты все самые опасные эксперименты проводятся на минус на менее ценных членах экипажа то есть я прыгал все проверяю на себе ну вот то есть я сижу сейчас перед вами вы как бы вот видите у меня нет никаких на сегодняшний день слава богу никаких побочных и явлений оставшихся мне с к виду у меня опять космическое так скажем давление можно в космос пока правда не собираюсь я легко 40 раз отжимаюсь и часами хожу по большой скоростью на дорожке вовсе себе физически чувствую очень и очень неплохо но кроме этого то есть игры я занимаюсь физикой я это делаю не для рекордов я это делаю для себя чтобы того чтобы для того чтобы иметь возможность все есть все пить да вот кстати по поводу питья в последнее время вот я даже сегодня разговаривала с одной женщиной они жили в тюмени да да спасибо и она горит так замечательно все было потом вдруг в какой-то момент стали везде появляться магазины спиртных напитков и люди ну холодно такой климат стали больше попивать все буду да спасибо все больше и больше стали пить и они даже вынуждены были уехать потому что ведь но мне его не нравилось такое количество спиртных магазинов а у нас же испокон веков чай это же наш напиток не наш качество привезенный но можно сказать уже наш ну опять же горячий чайный не появились не были у нас до чая так скажем параллельно с чаем сбить не существовали вот культура употребления чаги бадьяна у нас были великолепные есть там алтайские травяные сборы кавказские травяные сборы крымские травяные сборы масса сборов которые люди использовали в качестве чайного напитка но чай действительно это очень интересная и и правильная традиция я не являюсь абсолютным антагонистом алкоголя ни в коем случае веду к тому что может быть чтобы спасти нацию стоит может быть вообще запретить алкоголь знаете ввести сухой закон но вы же знаете чем закончился чувство сейчас немножко другая ситуация нет ассоции бываются некоторые регионы как заставить русского человека прыгнуть с моста как поставить табличку с моста не прыгать у нас двух противоречий нам переключить наоборот а вот это совершенно другой не надо запрещать надо популяризировать вот я появляюсь председателем комиссии федерации ресторантов фротилеров россии по развитию сохранению и популяризации русских чайных традиций да вообще чай это действительно вот чаепитие это очень по-русски я не люблю я не люблю слова чайной церемонии когда битвое можно мы к тебе придем на чайную церемонию грия нет все эти танцы с бубнами знаю вот но мне очень нравится наше красивое такое гостеприимное слово чаепитие чай скачать саби чай беседа это вот синоним за чаем в отличие от кофе невозможно поругаться чай это реально общепримиряющий так скажем продукт неважно будет в нем лист камелия китайский не будет него лист а камелия китайской ну будем придерживаться скажем китайской версии потому что чха по китайскому может быть просто чха может быть хуачха это будет цветочный чай вот все что вы горячее заварили в чайнике это будет вас чаем простите по поводу китайский хочу сказать вот я знаю что в один из приездов китайский лидер си цзиньпинь подарил владимир владимирович путину чай свой подарил и подарил ему насколько я помню алтайский чай вот даже здесь такая ведь традиция то есть ценный подарок конечно ну как чай первый чай который попал на территории россии это был дар от монгольского хана вот нашему царю тогда ему назвали это было дороже золото до дорожим мехов до его назвали китайской травкой отправили в аптек в аптекарский приказ и сначала использовали именно в лечебных целях от хвори брюха вот а потом он уже начал постепенно постепенно превращаться в напиток сначала близких бояр потом все пониже 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 и пока в конце 19 века не превратился уже в общую употребляемый напиток на территории всей нашей страны все-таки хотелось бы вернуться к теме тюменской о том что значит как 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 нам с этим бороться и что можно делать ну вот я вернулся месяц назад из якутии куда меня меня приглашали создатели якутского чайного дома самый главный якутский праздник и сах это якутский новый год как вы знаете время летнего состояния и в якутии которые ну надо дать должное вот это сами прекрасно знаете были в серьезные проблемы зеленым змеем да с огненной водой из-за генетической непереносимости до и нас и меня чрезвычайно в этом году просто восхитила и порадовала происходящее в якутии то есть вот этот огромный праздник на котором собираются десятки тысяч людей там не было пьяных не было пьяных люди начинают действительно интересоваться во-первых своей национальной культурой там все целыми семьями национальных костюмах от мала до велика да гости приезжают туда тоже своих национальных костюмах первых это гордость за за свой народ конечно наша многонациональная родина рейда и при этом никаких как бы он там не было трений я к этому всегда тоже очень внимательно отношусь свое время я была руководителя всех интерклубов города москвы поэтому как бы тема интернациональной дружбы не не чужда все было предельно дружелюбно хорошо и во многом играл роль вот именно в том числе якутский чай а он какой-то особенный там не курс да он особенный чай он просто я не помню он делается на основе кипрея к ну вот мы с которым нам и кипре узколисты известно как иван-чай да но он готовится совершенно особым способом собирается не зеленый листочек как он у нас это делается и потом ферментируется и сушится а они собирают уже ударенный первым заморозком аймеконский кипрей и у него совершенно свой неповторимый вкус отдаленно напоминающий так скажем ну знатоки меня поймут шенпуэр и в этот кипрей они добавляют местные ягоды местные травы и в общем получается такой достаточно любопытный напиток но все-таки на мой взгляд не хвастаясь скажу достаточно искушенный да этот напиток мне показался не вполне выразительным я понял что его можно сделать интереснее да и ко мне приезжали приезжал основатель александр григорьев основатель и его супруга очаровательная туяра приезжали ко мне в гости в мою потайную чайную комнату и мы с ними договорились о том что я сделаю специально вот к этому празднику парадный якутский чай так дали ему такое рабочее название бриллиант саха вот я сказал что надо это будет продукт который вашей официальной делегации будут дарить гостям гости которые будут вам приезжать и захотят увезти какой-то сувенир должен быть напиток понятно не только вам местным но и который бы заинтересовал всех тех людей которые к вам приезжают потому что например ну не всем понятен там бурятский скажем или калмыцкий чай вот у него все-таки есть свои своя специфика и вот ваш покорный слуга сделал такой чай я использую я использовал кучу я использовал хвоя местного наука сладника до использовал кору лестницы в общем чагу и много разных других ингредиентов я хотел спросить по поводу вот си дзиньпиня вот по информации он подарил джучи женский пуцинь и тяньзиньский нижень чань мне это ничего не говорит то что я как бы нельзя объять необъятного просто я знаю что насколько я знаю вы общались как-то там тоже с кем-то из я просто в другое время когда до до товарища си дзиньпиня был товарищ ху дзиньтау да вот господина товарища ху дзиньтау я несколько раз лично угощал чаем я нашим российский ну у нас каш есть краснодарский чай но на тот момент он еще не дотягивал я угощал высокогорными улунами я ему предложил на выбор паэр или высокогорный улун он сказал я считаю улун поэтому его угощали высокогорными улунскими чаями так вот и я несложно сказать что за чай товарищ оси по подарил товарищу пу как его называют в ки в китае значит я специалист по островному чаю я не специалист по материковым чаям я основатель первого русского чайного дома на тайване вот поэтому про тайваньский чай я вам могу рассказать но практически все и даже чуть больше а вот про материковый чай я знаю ну так скажем только основную часть и них не хочу отбирать хлеб у своих коллег а то нет давайте мне мне хотелось бы знаете поговорить и да если можно мне ждать очень с удовольствием смотрите вот волшебный напиток а если какие-то чаи ну вот как понятно что там есть на травах которые успокаивают еще что-то а существует ли какие-то чего тут которых тебе становится весело или чик от которых ты пьешь и например сон уходит или чей который ты выпил и разлюбил ну без всяких там разлюбил кого-то или разлюбил чай нет я шучу конечно но просто если какие-то чаи которые влияют не вредят а влияют на психосоматику и они не запрещенные чей да вы понимаете как и да и нет да потому что вообще все что мы говорим о чае нельзя говорить категорично потому что всегда есть оговорки мы с вами знаем что есть такая пословица что русскому хорошо то немцу смерть да да этому сказать как вот лично на вас определенный чай подействует это совершенно не значит что этот чай точно также подействует на меня или на кого ну потрясаю будет лучше вы знаете только и лучше лучше чувствую себя вот вот вы знаете сергей я вот сказали бы вы мне так я бы не поверила но я вам сейчас говорю это не это не реклама никакая да ну просто я сейчас выпью и у меня появилась легкость в организме и такое ощущение что я вдыхаю больше кислорода чем обычно правда работает на работает на всю систему легких и плюсом ладать легким таким с одной стороны седативным успал я только хотел сказать мне так хорошо цель нашей встречи чтобы хорошо было нашим телезрителем так вот все-таки возвращаясь кого к вашему вопрос как 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 какие чины людей действует понимаете как вот я сказал каждый человек это вселенная до на каждого человека определенное время фаза луны в определенное время суток внутренней так скажем внутреннего цикла организм будет действовать по-разному но есть мейнстрим есть вот чей который на большинство людей действует вот так по статистике статистика это есть понятно что в зависимости от той самой знаменитой полифенолоксидаза насколько она поработала до чем меньше например ферментация чем больше именно катехинов со содержится в чае тем больше они будут тонизировать чем больше кофеина содержится в чай также это будет давать больше прилива так скажем энергии если мы говорим о пост ферментированных чаях где уже как бы кофеина практически и не не остается и катехины уже все перешли в другие так скажем химические соединения вот действует более успокаивающий но он работает на какие-то внутренние органы как я узнал в частности на пищеварение есть чай который гарантированно будет вас успокаивать и будет от которой вы не перевозбудитесь это чай который возник совершенно недавно восемьдесят седьмом году профессор цуси до японский изобрел метод анаэробной ферментации чайного леса то все остальные чьи ферментируются с доступом кислорода то есть это аэробная ферментация анаэробная ферментация ферментация где работает только полифенолоксидаза без участия кислорода который содержится в воздухе что это дает в каждом чайном листе содержится такое вещество которое называется глютаминовая кислота и вот если глютаминовая кислота ферментируется только ферментами без доступа кислорода начинает активно превращаться в так называемый гамк гамма-аминомасляную кислоту по-английски это альфа-гамма-аминобутирик-эсид или по английским буквами g-a-b-a у молодежи сейчас и у людей так скажем продвинутых в чае это называется габа чай вот человек который сидит перед вами этот первый человек который привез габа чай в россию в 2005 году и в 2006 году на выставке пир его первый раз презентовал так и вот этот самый гамк он является мощнейшим так скажем транквилизатором не только тормозом да вот его даже употребляют вот как субстанцию в чистом виде для профилактики наркозависимых для того чтобы у них снять фарма с этим борется наверное да она не дает мне так вот у наш муж мы же понимаем о чем я думаю что я думаю что с габа чаем они как сейчас конечно не борются вот они борются за за то чтобы наши кошельки становились все тоньше и тоньше надо очень четко понимать что вот если мы будем вот если говорим о той же самой гамма-аминомасля кислоте она содержащаяся в чае и она же она есть она прописывается врачами например при лечении диабета второго типа да потому что это гамка очень хорошо борется с невропатии с отмиранием нервных так скажем окончаний и он улучшает проницаемость капилляров так вот если это в чистом виде выдается вот как субстанция это знаете как выстрел из пушки да это очень сильный удар по по организму габа чай или чай богатым гамкам содержание не такое уж большое это 105 не меньше 150 миллиграммов от этого самый гамк на 100 граммов сухого вещества но там это работает в совокупности со всеми остальными полезными элементами которые содержатся в этом чайном листе и они выступают в качестве транспорта доставляя все это мягко и правильно в человеческий организм и в общем уже есть научные работы говорящие о том что часть высоким содержанием вот этой гамма-аминомасля кислоты благотворно влияет на людей которым требуется габа терапия мы кстати вот немножко поскакали забыли сказать когда я говорил про про и gcg про пудру да что это тоже вот у вас да 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 во первых хотелось бы показать чтобы показать что у вас в столе и вот это да как выглядит лист австралийского мир то вот мы очень похож он на лаврушку да и очень забавно когда вот гости тебе приходят ты им говоришь на сейчас я вас угощу чаем и из лаврушки деваться некуда уже пришли в гости вот они так прямо и вдруг а да как хорошо а это что да вот это набор моих инструментов этим я потом буду пользоваться чтобы почистить на то есть это прям целая вот такая вот это всегда было очень интересно вот когда на одном из приемов дмитрий анатольевич когда он руководителем нашего государства принимал тогдашнего генерального секретаря организации объединенных наций пангимун а он же кореец пангимун подошел ко мне посмотрите под а потом посмотрел на вот на набор этих чайных так скажем инструментов как напоминать ножка хирургические так вот так что это для чего это я немножко удивился вот потому что я бывал в корее знаю что в корее но после китая считается второй страной родиной чай и чай там популярен ну вот такой вроде бы как продвинутый человек не знал для чего существует такие вот если к статистике мы вернемся с вами о которой вы говорили а вам известны какие-то случаи вот есть статистика человек например если будет условно там съест а там тонну там чего-то там люди тут хорошо там 5 килограмм чего-то или выпить столько чашек кофе будет летальный скот а в чае такое есть знаете я знаю научно доказанные случаи когда человек умер от того что отравился морковным соком он питался только морковным соком в итоге посадил себе печень и цирроза умер та же самая история может быть и из чая вот этот самый знаменитый и gcg пигалок это хингалат как только его начали экстрагировать и давать людям в лошадиных дозах возникли проблему людей с печенью он должен печень защищать но как сказала виценна лекарства от яда отличает только дозу понимаете все в меру с чего мы начинали мы весь всю нашу сегодняшнюю тему говорим об умеренности все нужно употреблять так чтобы тебе было комфортно ты не будешь пить слишком много чая заставлять себя тоже кстати я как профессионал когда дегустировал че а чай нельзя вот если ты его пьешь как бы для пользы и для здоровья для удовольствия нельзя пить свежий чай должен вылежаться вот если зеленый хотя бы минимум две-три недели чай более ферментированные им лучше вылежаться там месяц три месяца чтобы из них ушел как говорят китайцы огонь да ты можешь схватить совершенно четко кофеиновое опьянение вот я это кофеиновое опьянение дважды на тайване ловил я вам скажу что самый отвратный алкоголь это нектар по сравнению и последствия нектар по сравнению с к кофеиновым так скажем отравление поэтому я вынужден был очень крепко пробовать огромное количество так скажем образу чая если это происходит скажем на каком-то чайном конкурсе где отбирает по вкусу тот или иной чай как с вином его сплевывают да но когда ты приезжаешь к фермеру фермер не поймешь это их сплевываешь его с любовью приготовленный продукт поэтому тебе приходится все это за вас был такое количество чая внутри да то есть я знаю что такое двоится в глазах что это вот сбой сердечного ритма поджелудочная начинает разрастать и тяжелые моменты лужу теперь я уже как бы умудренный знаю норму и слишком много образцов подряд не дегустирую у нас есть стереотип мышления у людей до что на спокойный сон ромашечку попить да там спустя как бы там от лимонный мир лимонный мир туда для того чтобы там что-то вылечить и вот мы заходим в магазин в огромный супермаркет это началось стать не так давно да мне кажется 5 лет действом назад когда огромные полки и там вот чай от этого чай от того и там много всего намешано как понять человеку продают ему что-то настоящее или это что-то такое знаете собранная как 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 определить только на вкус ну а если он нет не обладает таким вкусом как вы знаете он будет пить пить а в итоге будет что для меня это это как бы очень больной вопрос как бы это вот когда я нам 20 с лишним лет назад принял решение уйти из нефтехимии заняться скажем популяризации чая непростое решение но я скажу основная идея она не изменилась это научить максимальным количеством моих сограждан правильному употреблению чая бессе у вас придая объяснить людям о том что хороший чай это не не обязательно танцы с губами его можно заварить хоть в консервной банке главное что была нормальная вода не первое что было желание второе что была нормальная вода и третье чтобы было заварка а раз научиться разбираться хорошая заварка или нет надо учиться нужно пройти чайную азбуку нам же рассказывает что вот 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 такое вот такое мясо зеленые убрать его убрать не надо потому что там вот это вот это вот нам по другим продуктам с детства объясняет чего можно а чего нельзя про чай нам говорили либо ничего либо неправильно либо вот ли в очень маленьком объеме но я помню советский трюк на индийский чай вот но это не ругательство индийский чай это не ругательство тем более в мои времена это вообще было роскошь да он был правда индийский но то что у нас называли индийским чай на самом деле это было все-таки мешка это мешали где-то из пропорции наверно 60 процентов это был действительно диски чая 40 это ушел чай из грузии с краснодара или из азербайджана вот но сейчас слава богу я хочу здесь поблагодарить декана факультета гостеприимства института отраслевого менеджмента российской академии народного хозяйства государственной службы ранг x декан это и мой добрый друг игорь олегович бухаров вот во многом благодаря его то скажем старанием на в этом году впервые в этом учебном году который только что завершился да впервые в истории государственного высшего образования появился курс который называется школа чайного мастерства чайный сомелье до для потока рестораторов и для потока ательеров до ваш покорный услугам первый то скажем преподаватель который читал обалденная совершенно реакция со стороны студентов мне это очень понравилось есть очень живой отклик больше того я вам скажу что мне это тоже оказалось очень полезным потому что у меня сейчас в качестве помощника генерального директора трудится вот с 1 июля девушка базы получившие красные дипломы бывшие старосты потока ательеров я для себя тоже да слушайте как здорово заходишь ресторан да вот в какой-то ближайшее время к вам подходит человек сейчас подходит какие вам напитки предложить да вот баба бармены описать как классно скажет че такие вот здесь вот как вы рассказываете чайной карты да попробуйте там глоточек этого чая это это же целое искусство и так мы начнем меняться постепенно это здорово надо сделать первый шаг ну вот вы говорили до до эфира о том что типовыми все сразу не вываливайте тема бесконечно есть очень интересная тема например гастрономический чай чай как субститут вина как аккомпанемент высокой кухни это тоже есть это подача чаев холодного настаивания или специальных купажей которые могут выступать в качестве субститутов вина в пэринге с различными блюдами есть такое понятие которое вот у того же самого игоря бухарова когда он был ресторатор у него был ресторан ностальжи вместе с романом рожняковским и мы там в 2006 году впервые показали такое сочетание как амюзбушу тэй или чайный амюзбушу это сочетание сырной тарелки определил вяленых тайваньских лакомств дальше это был алкоголь и соответствующий подобранный чай и это было как это как это все это очень вкусно это очень это очень интересно на самом деле чай сочетается не только с едой он может сочетаться с алкоголем может даже с такими казалось бы нечаянными вещами как качественный табак как сигара и так далее именно как элемент гастрономического праздника жизни самое главное не злоупотреблять это понятно мы просто все привыкли к стереотипам то о чем мы с вами говорим да если это там говоря то кофе вот кофе вот везде а конкуренция кофе насколько сбивает рынок чая почему люди они ведь могут выпить чай потому что мы бежим почему есть кофе тугу а те тугого практически не переживайте кофе в дорогу старбаксу на эти стаканы и тогда же это пошло да ну неважно вот и почему это кофе в стаканах это проживается а чая в стаканах в дорогу нет чай это мы же с вами горячая это беседа это гостеприимство это не торопливость можно что-то придумать напитки чайные купажи которые бы не терялись секундочку чувствую себя все лучше знаете как я хочу чувствую себя хорошо он ведь он становится все более более насыщенным ни в коем случае не теряет свою органолептику да кстати удивительно на действительно так вот кофе на самом деле сейчас вот руководитель такой организации которая называется рост чай кофе роман с чентурия он приводил статистику о том что впервые вот в этом по моему или в прошлом году впервые тоннаж импортируемого в россию чая сравнился с тоннажом кофе когда-то это просто был мизер кофе и огромное количество чая наоборот наоборот много кофе но мало чая нет ввозили мало кофе и ввозили очень много чая 150 тысяч тонн чая россия была крупнейшим импортером чая в мире да вот и ввозили где-то порядка 20 тысяч тонн кофе на сегодняшний день кофе уже больше больше чем по чашкам пока чай лидирует потому что для того чтобы приготовить чашку кофе нужно намного больше сухого так скажем продуктов намного больше заканчивается программа я знаю что у меня подарок да да чтобы показывать мы я не умею как бы ходить с пустыми руками да вот вам небольшой будет подарок который есть тот самый лимонный мир да да внутри мои чайные купажи которые один светлого настоя другой темного настоя на ней для здоровья вот это очень интересная штука попробуйте это новая разработка совместно с сашей в азианом он уникальный парень который делает у нас в калужской области уникальных хрустящую пастилу а мы эту хрустящую пастилу стали сдабривать нашими чаями и в том числе очень интересными ингредиентами один из которых является австралийский лимонный мир можете это употреблять с чаем с кофе и и просто так спасибо большое спасибо и я в окончании нашей программы знаете всем спасибо огромный подарок все время говорю что мы лучшие и хочется сейчас вот всем посоветовать вот уже вечер пойдите заварите чайку знаете если вдруг поругались помиритесь в кругу семьи спокойно да и даже если вы один просто заварите чай это и можно это очень медитативная штука да и возьмите маленький чайничек насыпьте туда немного заварки поколдуйте и получите хороший напиток ну у нас еще есть немножко времени давайте просто вот вот чтобы вы хотели сказать людям те которые ну условно говоря вот как мы говорим злоупотребляют чем-то переключить их внимание на вот полезные хорошие я хочу чтобы люди так как я все-таки апологет чая да и чай для меня это больше чем просто напиток это мой образ жизни все что со мной происходит я пропускаю через призму чая откройте для себя это это целый огромный мир это не жидкость для запивания бутербродов чай это огромная вселенная это философия мы так это культура это образ общения и на самом деле это тот самый золотой ключик вот чашка чая который открывает вам дверь к сердцу тех людей с которыми тебе хочется общаться и к своему вы открываете свое сердце на встрече этим людям быть и сегодня мы через чай познакомились с вами познакомилась с вами тоже человек с которым я познакомился через чай ну что ж спасибо огромное что вы были с нами с вами завтра спасибо спасибо